Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашей гостьей будем говорить о достижениях и перспективах Гомельской областной филармонии. Присоединяйтесь! Елена Александровна Давыдовская, директор Гомельской областной филармонии. В 1999 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скарины, где получила специальность преподавателя белорусского языка и литературы. Большую часть своей трудовой биографии посвятила работе с детьми, была пионервожатой, педагогом-организатором, а позже директором школы. В 2004 году Елена Давыдовская получила специальность менеджера в сфере образования. В 2013 году назначена на должность начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации железнодорожного района Гомеля. В 2015 году возглавила коллектив музея истории города Гомеля. В нынешней должности с января 2016 года. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельской областной филармонии, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Елена Александровна. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, наш уважаемый зритель. Елена Александровна, помимо работы, какое место занимает музыка в вашей жизни? Вы знаете, сказать откровенно, наверное, с самого детства, когда моя мама пела мне колыбельные песенки, тогда уже много лет назад, музыка была самым моим любимым и занятием, и самым любимым творчеством. Но вы ведь не планировали профессиональную свою деятельность, в общем-то, с искусством связывать, да? Как так получилось? Мне всегда была интересна музыка, потому что музыка, наверное, как в песне, и строить, и жить помогает. С этим не поспоришь. А кто ваши любимые артисты, композиторы? Ну, в первую очередь, это классические, потому что для души классические наши музыканты, естественно, классика только в душе. Люблю Бетховена, честно, готова слушать, и все время свободная. Люблю Шуберта, естественно, дома, на заставках и в телефоне, тоже мои самые любимые произведения. А из наших современников кто вам нравится? Ну, из артистов, честно, на сегодняшний день я, работая в нашем коллективе, Гомельской областной филармонии, люблю народную артистку Галины Павленок. Ее мелодичный голос, сопрано, звучит так замечательно, что, наверное, каждая ситуация всегда является бальзамом на душу. Ну, как здорово ладится ваше сотрудничество с ней, ведь она художественный руководитель, и то, что вы любите ее как артистку, я думаю, что это вам помогает и в работе. Сегодня Галина Павленок является тем связующим звеном и той изюминкой в нашем творческом коллективе, и, естественно, это наше достояние республики, человек, которому я прислушиваюсь и люблю ее как свою вторую маму. Она действительно является солнцем не только нашего коллектива, но и символом нашего города Гомеля и нашей республики. И поклонников у нее, конечно, немало, и это полностью заслужено. У Гомельской областной филармонии интересная история, и из ее стен, из-под крыла вышло большое количество артистов, которые потом продолжали уже свою дорогу и в других странах, и на более громких подмостках известных. Расскажите, пожалуйста, об этих именах, может быть, нашему молодому зрителю. Для зрителя, наверное, нового я ничего не скажу, что на сегодняшний день в Гомельской областной филармонии работал замечательный человек Александр Градский, замечательный человек Александр Буйнов, творческие деятели, естественно, которых мы можем называть, их очень много. Анатолий Ермоленко, наш любимый Макс Лоренц, наше молодое поколение, к которому я перехожу, Андрей Колосов, но и наши молодые певцы и вокалисты, которые работают сегодня в нашем замечательном коллективе. Сколько сегодня артистов и коллективов объединяет областная филармония? Хочу сказать такую волшебную цифру, она, наверное, не случайна, 13 творческих коллективов. И каждый коллектив, он уникален и неповторим. Но на этой цифре мы не останавливаемся, мы рассматриваем сейчас инициативу профессиональных коллективов. И несмотря на то, что сегодня 13, мы готовы принять свою семью профессионалов, и 14, это если есть желающие профессионалы, и квартеты, и дуэты, и трио. Но прежде всего наши, это замечательно уже, и эстрадно-симфонический оркестр имени Юрия Василевского, это и камерный хор под руководством Елены Соколовой, это и камерный оркестр, это и наши детские коллективы, которые работают только для детей, вырастайка, гордость наша. Это и лекторинная группа, тоже ребята молодое поколение, которые пришли, профессионалов работают. Но и с гордостью могу рассказывать о всех поименно, потому что сегодня это люди, которым низкий большой поклон, с которыми мы работаем и которые готовы нашему зрителю доставлять радость. Елена Александровна, на Ваш взгляд, какой сегодня период в своей славной, богатой истории переживает Гомельская областная филармония? Потому что коллективы у Вас разновозрастные, да? Кому-то 30 лет со дня основания, кому-то 20, кто-то совсем юный. Сегодня наши коллективы узнают, зритель их любит, и для зрителя наши коллективы востребованы. Те коллективы, которые юные и отмечают буквально пятилетние свои юбилеи, десятилетние свои юбилеи, с гордостью встречает их замечательный зритель, который наслаждается творчеством, который, естественно, дает замечательную оценку. Работая с разными коллективами, естественно, зритель может увидеть не только классическую музыку, не только классические произведения, но еще и получить массу удовольствий. Коллективы солистов филармонии, участники, лауреаты, всевозможных творческих конкурсов, я думаю, что мы можем всю оставшуюся часть нашей программы посвятить, если будем сейчас перечислять все регалии, все заслуги. Ну, о чем бы вы, вот чем бы вы хотели поделиться, о чем бы вы хотели рассказать? Может быть, что-то какие-то недавние ваши успехи? Ну, давайте с последних, наверное, потому что наши вокалисты являются победителями международных конкурсов, а вот замечательные коллективы, такой как инструментальное трио «Лирица», принимали в международном фестивале «Оркестр народных инструментов в Казахстане», получили гран-при и привезли высокую оценку и признательность, забрали все призовые места и все призы, которые только были на этом международном конкурсе. Коллектив «Колегдоскоп» в городе Минске, которые участвовали в пятом международном форуме, привезли гран-при и первое место. А также в городе Молодечно наш замечательный коллектив в национальном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни привезли тоже свои призовые места и свои награды. Именно Гомельская областная филармония у нас в республике является флагманом для, наверное, подражания и для больших надежд и призовых наград. Поздравляю лауреатов, гордимся на самом деле, очень рады рассказывать о ваших успехах, желаем продолжить эти традиции в дальнейшем. Елена Александровна, уважаемые телезрители, сейчас вашему вниманию наша рубрика «Изменения. Что знают гомельчане о Гомельской областной филармонии?» Посмотрим. Знаю. У меня невестка там работает, скрипачка. Я сам люблю музыку. У меня сын скрипку кончил в школе, внук фортепиано. Та культура, о которой вы спрашиваете, это не для рядового человека. Это надо иметь образование, чтобы в ней разбираться. Много чего проводят различные мероприятия, приглашают всякие инструментальные ансамбли выступать. Вы бывали на этих концертах? Да, но очень давно. В принципе, ничего. Знаю, что оркестр хороший. Выступают они очень красиво, но редко. Даже вот выборы были, сказали, что они будут выступать. Тоже не явились. А почему? Это же организаторы виноваты. Я не интересуюсь. Потому что я сейчас замкнутый человек. Знаю, что филармония областная. Иногда хорошие бывают концерты. Я не гомельская. Я вообще приехала учиться сюда, поэтому без понятия. Раньше, знаю, под управлением Васильевском был очень замечательный оркестр. Сейчас даже не знаю, что сказать. Уже нового этого руководителя я не знаю. Но мне кажется, они хорошо. Выступают хорошо. Классно. Если честно, ничего. Потому что, по крайней мере, нашу Гомельскую я не посещал. Я даже не знаю. Ну, мы студенты. Я здесь учусь. В основном у меня нет времени ходить никуда. Знаю, что находится, но никогда не ходила. А времени нет или желания? Я не люблю. То есть филармония мне не нравится. Несколько раз я была на концерте. Послушала музыку. Ну, а так, в принципе, наверное, не слежу. С двумя детьми мне просто некогда. Я лично там ни разу не была. Но из рассказов знакомых. И у меня бабушка с дедушкой часто туда ходят. Ну, наверное, там интересно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о Гомельской областной филармонии. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Мы готовы выслушать ваше мнение, ответить на ваши вопросы. Елена Александровна, насколько широка аудитория коллектива в Гомельской областной филармонии? Нужно ли иметь специальное образование для того, чтобы понимать и ценить эту музыку? Наш зритель, он разноплановый. И не обязательно иметь музыкальное образование. Самое главное – интересоваться и развиваться. А зритель, он действительно разный. Человек приходит на мероприятие получить массу приятных эмоций и заряда положительных эмоций. Здесь зритель, он пришел, естественно, увидеть, послушать и просто отдохнуть. В связи с тем, что Гомельская областная филармония не имеет своего зала, и нам приходится арендовать помещения в разных культурных заведениях, в разных учреждениях. Зритель, он разноплановый. Свои площадки, свой зритель. А уже качество продукта, качество концерта не имеет значения. Это эстрада или классика. Или просто для детской аудитории спектакль, естественно, наши профессионалы отдаются всецело нашему любимому зрителю. Ну, это, конечно, большая проблема, на самом деле. Может быть, поэтому и не так знает молодежь, что нет ассоциации с каким-то определенным местом. Есть разные площадки, вам нужно каждый раз приспосабливаться к новым условиям. Но самое главное, наш артист приходит к нашему зрителю. Он начинает работать со зрителем уже с детского сада. Концерты у нас проходят в детском саду, в школе, в средне-специальных учреждениях, высших, на предприятиях, а также в культурных учреждениях, где есть зритель. А он всегда рад. А как рад наш артист? Естественно, мы всегда получаем удовольствие от бурных аплодисментов, которые получают и дарят наши зрители. Удивительные творческие люди, которые родились уже с этим даром и которые хотят посвятить свою жизнь сцене, которые действительно жаждут признания и аплодисментов. Это в самом юном возрасте, как правило, проявляется. Кто самые молодые ваши артисты? Откуда они приходят в областную филармонию? Дело в том, что мы тесно сотрудничаем с колледжем имени Соколовского. Молодые специалисты, уже будучи учащимися, могут у нас работать. А также при филармонии есть замечательный продюсерский центр, где наши молодые талантливые дети могут проявить себя. И на концертных площадках, уже обучаясь в этом продюсерском центре, естественно, дальше определиться в своей жизни, получить направление Соколовского, дальше, естественно, обучиться в высших учебных заведениях и прийти к нам работать в филармонию. Сегодня могу с гордостью сказать, что коллектив лекторийной группы – это воспитанники нашего продюсерского центра, где продюсером является Елена Александровна Андрижиевская. Уже придя в наш центр при филармонии, продюсерский «Артбис», пройдя определенный опыт, определенное обучение, артист сегодня в роли настоящего профессионала и специалиста. А еще творческий коллектив – это, как правило, всегда есть какие-то споры, всегда есть амбиции, всегда есть конкуренция. И как ваш коллектив уже опытных музыкантов принимает молодежь? Вы знаете, хочу сказать, дорогого стоит, когда коллектив готов принять молодое поколение. И у нас часть коллектива уже даже состоит из одной молодежи. Молодым у нас действительно дорога, и вся инициатива поддерживается именно от молодежи. Уровень профессионализма, как вы оцениваете? Нету такого, что вот «а в наше время», «а раньше вот было так», «а вы приходите», «того-то не знаете, этого не умеете». По-всякому бывает. Здесь, когда есть профессионалы, заслуженные деятели культуры, народная артистка, есть люди, у которых можно поучиться, спросить. А когда у нас именно идет обсуждение на уровне художественного совета, и мы, профессионалы, не имеем права на ошибки, естественно, обсуждаем и вносим только с учетом того, что сегодня 21 век современной технологии, и концерты получаются по-новому. В каждом концерте мы стараемся преподнести зрителю новые что-то, изюминки, но то, что не было на прошлом концерте, как и будет на нашем юбилейном мероприятии. А вот как раз о подготовке к вашему юбилейному мероприятию. У нас есть сюжет, наши корреспонденты поинтересовались, как идут дела. Давайте сейчас все вместе посмотрим. Даже среди гомельчан далеко не все знают, что здание филармонии имеет более чем вековую историю. Еще в 1897 году родители привезли сюда тогда еще жилой дом будущего ученого с мировым именем, основателя культурно-исторической психологии Льва Выгодского, который прожил здесь до 1924 года. Впрочем, и артисты, созданные в 1967 году первой в Беларуси областной филармонии, тоже достойны упоминания. 24 марта все 13 коллектива филармонии представят на юбилейном концерте не просто свои лучшие номера, они готовятся удивлять. Николай Манец, член Московского клуба фокусников и Международного братства магов, пришел в Гомельскую филармонию в 1991. Примерно через 7 лет сначала в качестве ассистентки, а потом и ведущей артистки, с ним стала выступать Ольга Стысенок. В эти дни они репетируют номер с условным названием «Человек-пружина». Вообще в мире такой костюм ноу-хау не является, однако в Гомеле ничего подобного еще не делал никто. Кстати, его вес составляет 14 килограммов, а температура внутри далека от комфортной. Сами артисты, правда, на трудности не жалуются. В основном выстроены вот такие сейчас тематические программы, которые направлены на здоровый образ жизни, на дружбу направленную, что дружба – это настоящее сокровище. Учиться, не лениться. Ну и так развлекательные программы, которые построены исключительно на каких-то иллюзионных номерах, на номерах дрессуры. У нас в программах появились дрессированные птицы, стая голубей, дрессированный ворон, ну и группа дрессированных собак. Если все получится, как задумано, участие в юбилейном концерте в составе группы «Калейдоскоп чудес» примет и королевский пудель Ричард. По некоторым оценкам собаки именно этой породы являются самыми лучшими артистами в мире животных. Во всяком случае, Ричард не только умная, добрая и послушная собака. Выступать на сцене для него – настоящее счастье. Впрочем, в номере «Человек-пружина» он в этот день не задействован и выступает в качестве статиста. Вот этого красавца мы случайно, Ольга Михайловна, случайно нашла в интернете в Минске. Двое суток убеждала меня, чтобы я его взял к себе. И еще больше убеждала хозяев, которые выдали в рекламу это объявление, чтобы они никому не отдавали, потому что людей бы очень было много на то, чтобы приобрести ее тем более в дар, в добрые руки и так далее. В общем, она приложила максимум усилий для того, чтобы мы через недельку поехали, его забрали, привезли. И вот у нас такой красавец, душенька наша, теперь украшает все наши программы. Да, Рич? Да, да, да. Да. Да, ты молодец. Ты молодец, ты достойный песик. В коллективе эстрадно-симфонического оркестра сегодня около 40 музыкантов. Высокий статус оркестра подтвердился присвоением ему имени основателя Юрия Василевского в 2016-м, в год 20-летия со дня образования. Это стало ярким примером единства, когда индивидуальное мастерство каждого становится залогом профессионального успеха всего коллектива. Заложенная традиция сегодня продолжает нынешний руководитель и главный дирижер оркестра Станислав Шныр. Нынешний репертуар — это более 400 композиций различных стилей и направлений, способных удовлетворить самые взыскательные запросы слушателей. 24 марта государственное учреждение «Гомельская областная филармония» пригласит гомельчана-гости города на свой большой юбилейный концерт, который состоится в общественно-культурном центре. Артисты и приглашенные гости обещают порадовать слушателей любимыми и известными хитами, удивлять и дарить самые позитивные эмоции. Зажигательные композиции — лучшие песни отечественных и зарубежных композиторов. На этом концерте с оркестром будут выступать как артисты Гомельской филармонии, так и приглашенные гости. Когда-то оркестр познакомился с замечательными артистами, участниками проекта «Тенора XXI века». Ожидается их приезд. Может быть, не совсем в полном составе, но, тем не менее, переговоры ведутся. Я думаю, все будет хорошо. Кроме этого, в составе оркестра было много солистов, которые сейчас ведут сольные выступления. У них своя сольная карьера. Максим Сопатьков, Андрей Колосов. Их приезд тоже ожидается на этот концерт. И по ходу этого концерта ожидается большое количество сюрпризов для зрителей. Программа в двух отделениях очень разнообразная, очень многоплановая, разножанровая. Я думаю, все зрители получат большое эстетическое удовольствие. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях директор Гомельской областной филармонии Елена Давыдовская. И мы принимаем телефонный звонок в студии прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Меня зовут Вероника. Я студентка, приехала в Гомель буквально в этом году. И моя старшая сестра приобщает меня к этому искусству, к искусству музыки. Мне очень интересно. И хотелось бы узнать, каких звезд в нашей филармонии ожидать в конце весны, начале лета. И, конечно, с юбилеем хотелось бы вас поздравить. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Конечно, весна – самое время ходить на концерты. Спасибо огромное. Буквально уже недавно прошел замечательный концерт Дмитрия Колдуна. А также в прошлую пятницу Светланы Лободе концерт. Сейчас планируем концерт Милы Нитич. Планируем тоже это все в планах Николаева концерт и звезд, которых предварительно мы прорабатываем. И на сегодняшний день пожеланий удовлетворяем и зрителей, предварительно проводя мониторинг, и возможности, естественно, наших концертных площадок. Планов очень много. Скажите, пожалуйста, как могут жители Гомельской области повлиять на выбор того вокалиста, которого вы привозите сюда, к нам выступать? В первую очередь это возможности наших зрителей и желание посетить тот или иной концерт. А как вы делаете вывод об этом? Периодически мы проводим мониторинги, где-то мы проводим опросы. Это категория зрителей, с которыми мы работаем. Общественное мнение, к которому мы прислушиваемся, тоже для нас немаловажно. У нас бывают и опросы на предприятиях, мы спрашиваем. И просто выйдя в город Гомель, на улице города, мы, естественно, спрашиваем и общаемся с нашим зрителем. И вот так вот спрашиваете, пойдете на Николаева, да? Или не пойдете? Пойдем или не пойдете. И за сколько пойдете? Опрос, конечно, и покупательская способность, она проводится всегда. Но не всегда наши возможности, естественно, они воплотимы. Гастрольные туры наших артистов замечательные. Могут ли они войти в тур? Естественно, тоже это все учитывается. Конечно. Кто пользуется популярностью сегодня у нас? Вот из привозных звезд. Вы знаете, об этом сказать очень сложно. Потому что зритель имеет право выбора. У нас настолько доступна культурная наша жизнь в городе Гомеле. И артистов у нас очень много приезжают и радуют зрителя. Ну и у нас достаточно большое количество и агентств, да, которые занимаются гастрольной деятельностью. То есть у ваших прямых конкурентов. Безусловно. И достаточное количество концертных площадок у нас в городе Гомеле об этом тоже заявляют. И выбор для нашего зрителя всегда предоставляется. Лобода собрала зал. На сегодняшний день, хочу сказать, да, с аншлагом. Светлана выступила достойно. Она пела в живьем, в живую. И получилась шоу-программа. Зрителю, на мой взгляд, понравилось. Выступление в городе Гомеле Светланы, ну, прошло достаточно на хорошем уровне. А Дмитрий Колдун? Тоже исполнил свои произведения достойно, пел и радовал зрителя. Вернет. Светлана и Дмитрий вроде бы разноплановые, но одновременно радовали нашего зрителя. Ну, для все-таки более молодого поколения, наверное, артисты. Я с вами согласна. Те, кто ходят на концерты симфонического оркестра или камерного хора областной филармонии, немножко зритель все-таки, наверное, другой. У нас на сегодняшний день, хочу сказать, удовлетворены все пожелания нашего зрителя. И для молодежи, и для нашего серьезного возраста тоже есть выбор. На каждой концертной площадке у нас есть концерты достойные. Зритель у нас имеет право выбирать. А еще наш зритель имеет право задавать нам вопросы. Елена Александровна, здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте, Елена Александровна. С вами говорит Татьяна Ивановна Адамович, председатель районной ветеранской организации железнодорожного района. Я вас, во-первых, поздравляю с юбилеем вашей организации. Желаю вам творчества, желаю вам успеха в работе. И мы с ветеранами нашего района постараемся посещать ваши почаще мероприятия, концерты все различные. Мы вас любим, Елена Александровна, обожаем. Вы у нас работали. С праздником здоровья и успехов. Спасибо огромное, Татьяна Ивановна. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно получать такие звонки накануне большого такого грандиозного события. 77-68-45, номер телефона в нашей студии, присоединяйтесь. Ну что ж, может быть, раскроете интригу, какие еще сюрпризы вы готовите в рамках большого юбилейного концерта? С гордостью могу сказать, этот концерт будет уникален и неповторим. Он в единственном, наверное, исполнении будет. На сегодняшний день это большой юбилейный, действительно, с гордостью. Он будет с антрактом в двух отделениях. Мы на сцене зрителю покажем и, естественно, выступим с удовольствием. Весь коллектив Гомельской областной филармонии, а нас более 150 человек. В первом отделении на сцене будет камерный оркестр. Во втором отделении радовать зрителя будет эстрадно-симфонический оркестр. Только на потенциале двух этих замечательных коллективов совместно будут выступать наши и инструменталисты, и вокалисты, и наши творческие замечательные детские коллективы. А также, естественно, финалом нашего концерта будет исполнение гимна филармонии всем нашим составом. Шоу состоится благодаря нашему зрителю, который придет 24 марта в 18.30 в зал общественно-культурного центра. Ну, а уже интриги этого концерта я, можно, оставлю на пятницу, которая уже в ближайшее время состоится. А они будут, да? Сюрпризов для зрителей очень много. Очень много. Вы не успели купить билет? Не расстраивайтесь. Вы увидите телеверсию в нашем эфире канала «Беларусь-4 Гомель». Елена Александровна, давайте продолжим. Этот музыкальный сезон, он должен стать для вас особенным по всем канонам, потому что юбилей. Уже не получится дальше как-то опускать планку или вот снижать уровень. Скажите, пожалуйста, какие планы после того, как отгремит концерт 24-го, что будет дальше? Или особенно так пока нет времени планировать? Нет, не могу сказать. Юбилейный год, он еще только начинается. Сегодня он не заканчивается. И 24-го числа это будет отправной точкой. У нас составлен тур наших замечательных коллективов, которые востребованы как в Российской Федерации, как на Украине и как в ближнем зарубежье. Уже у нас состоялся ряд обменных гастрольных концертов, где мы сотрудничаем с Курской филармонией. Наша коллектива замечательная. Лирица ездила туда, в Курск. Вчера состоялся замечательный концерт артистов Курской филармонии, буквально в Дворцово-парковом ансамбле «Белой гостиной». Дальше мы сотрудничаем с Российской Федерацией Сафонова, город, где у нас буквально несколько недель назад из своего гастрольного тура юбилейного приехал эстрадно-симфонический. И так у нас каждый месяц, наверное, каждую неделю наши коллективы по приглашению гостей выезжают в другие регионы нашей замечательной республики. Гастрольный график достаточно плотный у коллективов, да? Я с гордостью могу сказать, потому что коллективы востребованы, их любят и приглашают. А в маленькие города вы успеваете приезжать, чтобы и жителям райцентров, или, может быть, и агрогородков, чтобы у них была возможность прикоснуться к вашему гостю? Безусловно, мы являемся постоянными гостями наших замечательных Гомельской области, наших районов и регионов. Наши коллективы выезжают, ну, хочу сказать, каждый день, потому что нас 13, и мы востребованы. Наши концерты проходят на достаточно высоком уровне. Вообще, возможность слышать живую музыку оркестра или услышать исполнение камерного хора. Но это во всем мире это роскошь, это элитарное искусство. Поэтому, конечно, такой возможностью пренебрегать, ну, по меньшей мере, глупо. И не стоит, наверное, сегодня быть замкнутым, замыкаться в своих четырех стенах. Это не так-то дорого сегодня, да, посещать ваше выступление. Они доступны, что самое главное. Действительно, концерты наши проходят с большой аудиторией. На сегодняшний день есть разные концерты. И я не могу сказать, что ценовая политика, она большая. Что вы выдерживаете? Ну, это, можно так сказать, коммерческая тайна. Потому что, если мы не гонимся за ценовой политикой, мы работаем со зрителем, и нам порой приятно выступать для зрителя. Даже где-то и за спасибо, и за бурные аплодисменты. Ну, потому что есть еще определенная у вас и социальная функция, в том числе. Я вот привела это сравнение, что во всем мире искусство считается элитарным и, ну, может быть, не совсем легко доступным. Такого уровня искусства, такого плана музыка. У нас же ситуация иная. Мы несем классику людям, прежде всего. Вы готовы прийти, да, в коллектив и в детский сад, и приехать в агрогородок и выступить на сцене районного дома культуры. И ваши артисты, ну, не будут кривить носом, да? Артист готов выступать к зрителю. Естественно, артисты любят зрителя, а зритель любит нашего артиста. Только приглашайте. Мы немножко с вами уже начали говорить. Этот сезон, он юбилей, но он особенный. И, конечно, в рамках 50-летия не только один, пусть грандиозный, но один концерт. Не только это. Вы ведь в этом году пробуете совершенно разные новые форматы. И в музеи, да, чтобы совмещать музыку с выставочной деятельностью. У нас разработано очень много проектов. Мы работаем вот сейчас, тесно, последнее только я вам назову. Это проект Муз-Арт с нашей картинной галереи Ващенко, где каждый месяц проходят замечательные концерты. А также по такой же системе у нас по нашей Гомельской области выстроены ряд концертов, где мы охватываем музеи. Также у нас есть проект Филармония детям, где каждый месяц мы представляем нашу классику, наши замечательные коллективы для наших маленьких детей. Вот эти проекты, которые сегодня популярны в новом названии, в новом формате. Да, может быть, слушать камерный оркестр 40 минут – это для маленьких детей и сложно, но в игровой форме, когда мы приглашаем камерный оркестр и еще инструментальную музыку, в перемешку, в нашем концерте – это все очень красиво и аккуратно нравится детям. Да, слушать, наверное, просто слушать сложно, потому что здесь нужно немножко еще и потрудиться душой, чтобы настроиться, чтобы воспринимать. На сегодняшний день мы работаем с творческими коллективами. Последний проект, который с образцовым коллективом «Апельсин», тоже детский коллектив. Да, замечательный, знаменитый, но Чиполина в исполнении камерного оркестра, когда ведущий читает текст, звучит живая музыка, и дети танцуют. И когда дети детям показывают представление, восприятие классической музыки происходит в другом формате. Дети слушают не только сказку от ведущего, они слышат музыку и одновременно видят своих сверстников на сцене. И тогда восприятие нашей классической музыки идет уже совершенно по-другому. А без хорошей музыки не может быть гармоничного развития личности и хорошего вкуса, конечно же, уже не может быть, если ребенок в таком вот юном возрасте не слышал хорошую музыку. Вот мы и работаем с нашим зрителем, начиная с юношеского, практически детского возраста, и, естественно, с той благодарной аудитории и замечательным зрителям, которые приходят на наши уже вечерние большие концерты не только классической музыки, но и наших всех программ, которые мы доставляем радость для нашего зрителя. Возможности удовлетворить любой вкус, и очень взыскательный, изысканный, и самый непритязательный у вас все есть. А кто сегодня может стать воспитанником продюсерского центра областной филармонии? Как туда попадают юные таланты? Вы знаете, наверное, как и в любой работе, воспитанником может стать каждый. Только нужно старание, терпение и желание. Научиться можно. Приходите, будем вместе посягать азы музыкальной грамотности. Ограничения по возрасту есть? Готовы взять? Ну, вы знаете, с гордостью хочу сказать, наверное, что с трех лет были такие эксперименты, когда приходят мамы с детками и пытаются осваивать азы. Да, все зависит от ребенка, от желания мамы. Тяжело, но одновременно подрастая, привыкая к, естественно, детскому коллективу, а также у нас дети не только в своем коллективе, они же и в взрослом, когда мы объединяем концертные программы, поют и профессионалы на одной сцене, и начинающие малыши. Получается замечательный тандем, который вы увидите буквально 24-го на сцене, когда наши дети, почему я говорю наши дети, потому что мы их любим как своих родных, они тоже в нашей большой семье будут участвовать в нашем концерте. Да, обидно, когда эти дети взрослеют, да, и из гнездышка улетают куда-нибудь в большие города. Ну, я думаю, что 24-го все дети и взрослые в том числе приедут поздравлять. Елена Александровна, что бы вы хотели пожелать, как бы вы хотели вдохновить ваш коллектив, ваших артистов и одновременно обратиться к нашим телезрителям? У вас есть несколько минут для этого сейчас. Уважаемые телезрители, помните о том, что мы вас любим, мы готовы вам доставлять радость и удовольствие. Дорогой наш любимый и мною уважаемый коллектив. Мне очень приятно работать с вами. Я горжусь, что мне досталась такая радость и удовольствие познакомиться с замечательными артистами Гомельской областной филармонии, а также плотно сотрудничать. Я хочу пожелать вам творческих успехов, терпения, новых концертных программ, реализации всех задуманных идей, а также здоровья и только благополучия для каждого члена нашего трудового коллектива. Елена Александровна, спасибо большое за участие в нашей программе. Я поздравляю коллектива областной филармонии, поздравляю вас, успехов всем вашим начинаниям, которые мы всегда с радостью готовы поддержать. Спасибо огромное. Это был диалог с директором Гомельской областной филармонии Еленой Давыдовской. Спасибо за внимание. До встречи через неделю. Продолжение следует...